Здравствуйте! В эфире новости Дагестана. Меня зовут Фатима Буталибова и коротко о главных темах на сегодня. Денег хватит на всех. В Пенсионном фонде Дагестана объяснили порядок получения выплат на детей от 8 до 16 лет. Все эти люди, которые должны получать, которые имеют право получать по тому указу, у кого прожиточный минимум, доход меньше, имеется в виду прожиточный минимум, они все получат и апрель, и май, и июнь. Если даже в мае и конце заявления подадут, или июнь, за три месяца они все вместе эти деньги получат. Расширят до четырех полос. В республике приступили к ремонту автодороги Махачкала-Верхний Гунип. Пять тысяч человек на центральном стадионе. В Хасавюрте прошел общегородской ифтар. В умелых руках мастера дерево обретает новые формы. О выставке мастера резьбы по дереву Агамирзы Агамирзоева расскажем сегодня в выпуске. Начинаем выпуск с новости о трагедии, которая произошла в селе Верхнее Казанище. Ученик седьмого класса местной школы покончил жизнь с самоубийством. По предварительной информации, 13-летний подросток был найден повешенным. Известно, что семья мальчика считалась благополучной, и он хорошо учился. Тело нашли в сарае возле дома. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается Следственный комитет региона. Выплат хватит на всех. Руководство отделения Пенсионного фонда России по Дагестану просит население не создавать ажиотаж. Более 250 тысяч детей от 8 до 16 лет получат новое пособие в Дагестане. Его предоставят без лишних справок и документов только по одному заявлению. Клиентские службы Пенсионного фонда будут работать и в выходные с 1 по 10 мая. Заявление можно подать и в конце мая. Тогда в июне средства придут сразу за три месяца – апрель, май и июнь. Эти и ряд других важных нюансов разъяснил на встрече с представителями СМИ глава Пенсионного фонда по регионам. Для паники нет никаких вопросов. Пенсионный фонд работает, как я уже вам говорил, с 1 по 10 мая вместе с нашими службами. Через госуслуг, через МФЦ, через пенсионный фонд есть возможность подать это заявление. Если даже кто-то там с 1 это не означает по 10 числа все заявления должны быть поданы. Если даже 15-20 числа заявление подано, значит она выплачивается с 1 апреля, там никаких вопросов нет. Все эти люди, которые должны получать, которые имеют право получать по тому указу, у кого прожиточный минимум, доход меньше, имеется в виду прожиточный минимум, они все получат и апрель, и май, и июнь. Если даже в мае, в конце заявления подадут, или июнь, за 3 месяца, они все вместе эти деньги получат. Деньги доведены, полностью вся сумма по новым выплатам. У нас прогноз где-то 200-250 тысяч таких детей. Соответственно, каждый ребенок, каждый родитель, который нуждается, они будут получать это средство. Размер зависит от прожиточного минимума, там есть 50%, 70% или 100%. И, соответственно, сколько детей, и на каждого ребенка оно выплачивается. Напомним, что выплаты для семей с невысокими доходами производятся в соответствии с указом президента России. Их размер может составлять 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума. В Дагестане приступили к капитальному ремонту автодороги Махачкала-Буйнакск-Леваши-Верхний Гунив. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. Напомним, данный транспортный отрезок является одним из ключевых объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дорога соединяет горные районы и центральную часть Дагестана со столицей республики. Отметим, что данный участок был реконструирован в 2009 году. Однако со временем большой транспортный поток вызвал необходимость расширения проезжей части до четырех полос движения. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 4 км участка, а в 2023 году оставшиеся 7 км. Детям место в кресле. С начала текущего года в республике произошло 29 ДТП с участием маленьких пассажиров. Четверо из них погибли и 26 получили ранения. В связи с неблагоприятной статистикой на дорогах Махачкалы с 20 по 30 апреля проводятся профилактические мероприятия «Детское автокресло», в ходе которого сотрудники ГИБДД проверяют соблюдение правил перевозки детей. В ходе одного из таких рейдов были выявлены десятки нарушений, по которым были составлены административные материалы. Кроме того, дорожные полицейские провели разъяснительные беседы с водителями. Данные мероприятия направлены на снижение дорожно-транспортных происшествий с участием детей пассажиров. И поэтому, как вы видите, сейчас проводится очередное массовое мероприятие по выявлению грубых нарушений, то есть перевозка несовершеннолетних в возрасте до 12 лет без детского удерживающего устройства. В Хасавюрте состоялся общегородской ифтар в честь священного месяца Рамадан. Мероприятие собрало более 5000 человек. После выступлений представителей власти и духовенства состоялся и специальный розыгрыш различных призов и подарков. Ифтар прошел в духе единства и понимания. Все, посетившие в этот день центральный городской стадион, где и прошло мероприятие, остались довольны. Из этой 5000-й почти аудитории Всевышний Аллах выбрал двоих, двоих счастливчиков, тех, кто поедут в гости к пророку, алейхи салату ассалям. Еще раз поаплодируем нашим счастливчикам. В умелых руках мастера дерево обретает новые формы. Им создано сотни произведений искусства, среди которых декоративные панно, подносы, блюда, скульптуры и картины. В этнографическом комплексе «Дагестанский аул» проходит выставка заслуженного художника Дагестана, мастера резвы по дереву Агамерзе Агамерзоева, мастер из Хлюта. Чем примечательны его работы, увидела Малика Курбанова. И углон резца, не забывая, и направо, и с левой стороны одинаково должно быть. Так создается новое произведение искусства. Из поколения в поколение передаются народными умельцами приемы художественного мастерства. На протяжении многих веков декоративно-прикладное искусство Дагестана связано не только с бытом народа, но и его восприятием прекрасного. Было время, когда поставец обязательно давали в приданное невесте. По объему и сложности орнамента судили о благосостоянии семьи. Эту историю рассказывает сам автор. Вот эта поставец использована здесь однами пунцукульской насечки в технике резьбы по дереву. Контурная резьба считается. Вот здесь написано на арабском пунцукуль, надпись здесь. Здесь Аллах написано. И фигуры лошади, лошадей. Более 40 лет он преподает в Дагестанском художественном училище имени Джамала на отделении резьбы по камню, дереву и кости. Очередной урок для его студентов прошел в музее. Присоединиться к мастер-классу могли и посетители этнографического комплекса. На глазах у зрителей происходит перевоплощение обычного куска дерева в декоративное изделие. Народный умелец передает приемы своего мастерства молодому поколению. И, как признается его ученица Саида Мурадисова, иногда нежным женским рукам просто не хватает сил. Но главное – усидчивость. Работа тонкая. Хоть многие говорят, что работа не для девочек, но я думаю, многие даже на нашем отделении девочки справляются не хуже мальчиков. Моменты есть, в моментах бывают сложности, конечно, с резьбой, потому что может не хватать силы, или дерево ломается. Но в целом очень интересная, занимательная работа. Выставка возвращает прошлое, напоминает, как жили наши предки. Мерка для зерна тоже когда-то была обязательным предметом домашней утвари. И в каждом хозяйстве их было несколько штук. Главное отличие в орнаменте – здесь ковровые узоры. Каждый из них – зашифрованный символ из прошлого. Первую свою работу он сделал, будучи еще шестиклассником, по заданию учителя труда. Это была люлька для куклы. Без единого гвоздя и клея он соединил детали тоненькими чопиками. Удивились все, и вот тогда уже стало ясно – талант, надо развивать. Горы, леса, реки – все, что окружало в детстве в родном ауле Хлюд, он годами воплощает в дереве. То, что сейчас готовят материал, оно не годится нам. Потому что древесина, которую мы используем, мы придерживаем это бревно в проточной воде, чтобы оттуда дубильные вещества, смолы, чтобы выходило. А потом сушим древесину. После сушки древесины уже естественным образом, там ничего не остается, она больше не трескается, больше не портится. Делаются рейки, из рейек собирается шить, потому что материал, если цельного дерева сделать, оно со временем трескается и ведется. Уже несколько лет дагестанский аул реализует проект уроки мастера, отражающий состояние современного декоративно-прикладного искусства. Побывать на мастер-классе резчика по дереву не значит раскрыть всех тайн его ремесла, потому что такое мастерство поддается не каждому. Малика Курбанова, Салман Гитяхмаев, ННТ Махачкала. Призера Всероссийской Олимпиады школьников по обществознанию Сабину Асланову пригласили на встречу в Министерство образования и науки Дагестана. Напомним, ученица 11 класса Махачкалинской гимназии номер 13 стала одной из лучших среди 260 финалистов из 72 регионов страны. Министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев поздравил школьницу и отметил, что перед призерами таких конкурсов открываются большие возможности. В частности, они могут поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов. А главой республики таким учащимся учреждена премия в размере 100 тысяч рублей. Олимпиада была очень хорошо организована на базе высшей школы экономики в лечебном реабилитационном центре Воронова. Было очень много учащихся, 259 учеников с разных регионов России. На самом деле, победители, чтобы выйти, это надо, как правило, в СОШе, это уровень членов международных команд. Поэтому и страна не отделяет по льготам победителей от призеров. Призерство в этой Олимпиаде – это высочайшее достижение, которое может достичь российский школьник. Победа – это не совсем даже, можно сказать, достижение. Победа – это путь, тренировочный путь члена международной сборной. Борец Магомед Курбаналиев провел мастер-класс в Томске. Чемпион мира и старший тренер сборной России поделился секретами своего мастерства с воспитанниками спортшколы «Кедр». Вместе с Курбаналиевым своим опытом поделился и чемпион мира по грэпплингу, помощник муфсия Дагестана Идриса Садулаев. Приезд титулованных спортсменов стал для местных вольников настоящим праздником. В секции борьбы здесь занимаются около ста детей и юношей. Курбаналиев и Асадулаев показали свои коронные приемы. Теперь это колено плотно, чуть приподнял и эту ногу закидываешь сюда. Все. А также дали жизненные советы подрастающему поколению. Завершился мастер-класс с беседой в формате вопрос-ответ. Волейбольный клуб «Дагестан» занял второе место в высшей лиге «Б» чемпионата России. Сезон 2021-2022 годов команда завершала в Грозном. В рамках 10-го тура чемпионата подопечные тренера Магомеда Гайербекова одержали 5 побед в 6 встречах. Всего же за минувший сезон дагестанская сборная провела 36 матчей, в которых добыло 30 побед. Только на одну успешную игру больше у команды из Ижевска, которая финишировала в чемпионате первой. Классик Дин Ислам Баматов выиграл первенство России среди молодежи. Соревнования среди спортсменов до 23 лет проходят в эти дни во Владивостоке. Выступающий за Санкт-Петербург уроженец Дагестана завоевал золотую медаль в весе до 60 килограммов. Баматов провел 4 победные встречи. В финале он со счетом 3-0 одолел москвича Анзора Карагулова. Отметим, что Денислан Баматов побеждал на аналогичном турнире и в прошлом году. Также он является победителем молодежного первенства мира. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в социальных сетях ВКонтакте и Яндекс.Дзен. Я с вами прощаюсь. До свидания.